Как правильно использовать аккумулятор мобильного устройства, чтобы продлить ему жизнь? Говорить будем о наиболее современных и популярных аккумуляторах, на базе лития. Они переболели детскими болезнями вроде эффекта памяти, и на сегодняшний день способны отдавать довольно приличную мощность при небольшом весе и практически произвольном размере. На срок жизни литиевого аккумулятора влияют по большому счету три фактора, давайте разберем каждый из них. Первый возраст. Литиевые аккумуляторы со временем теряют емкость в силу химического распада их компонентов, причем неважно пользуетесь вы аккумулятором или нет. То есть не получится сэкономить аккумулятор, он все равно испортится даже если вы ни разу его не заряжали. По большому счету срок службы литиевых аккумуляторов не более 10 лет. Тут я дам вам небольшой лайфхак. Если вам нужны аккумуляторы промышленного типа размера, ну например 18650, чтобы вставить в фонарь, мощную лазерную указку, перебрать батарейку ноутбука или сделать электровелосипед, пожалуй лучшим источником таких батарей являются нераспроданные аккумуляторы для ноутбуков HP, Dell, Sony и других приличных фирм. Дело в том, что состоят такие аккумуляторы как раз из этих самых банок 18650 или другого популярного размера, да еще и приличных производителей. В HP например аккумуляторы набраны как правило на Sony. Так вот, поскольку производители ноутбуков периодически обновляют корпуса батарей, чтобы вы не смогли вставить старый аккумулятор в новый ноутбук, приличные магазины вроде Amazon частенько распродают новые, но уже больше ни с чем несовместимые аккумуляторы по смешным ценам. Скажем, если одна банка 18650 отдельно стоит долларов 5, то аккумулятор для ноутбука HP, состоящий из 6 таких банок, может продаваться на распродаже за 7 долларов. Расковыряв такой аккумулятор и вытащив составляющую его банки, получается что по цене одной вы получаете 6 банок. Главное чтобы аккумуляторы были для моделей не старше пятилетней давности. Второй фактор, циклы заряда. У литиевых аккумуляторов их совсем немного, как правило не более 300 полноценных циклов. То есть если вы заряжаете мобильник через день, вам такого аккумулятора хватит на полтора-два года, после чего емкость значительно упадет. Поэтому несмотря на то что у литиевых аккумуляторов нет эффекта памяти, все же лучше стараться их полностью разряжать и полностью заряжать. Если к телефону это слабо применимо, вы же не хотите остаться без связи, поэтому подзаряжайте телефон при любой возможности, то для фонарей, электронных сигарет, ноутбуков вполне реально. Также важно не допускать полного разряда батарей. За этим следит контроллер, который отключает батарею когда в ней осталось несколько процентов. Он отключает подачу электричества на устройство. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии на длительный срок, то она может разрядиться полностью, и аккумулятору придет пизда. Кроме того, полная разрядка и полная зарядка важный этап для раскачки нового аккумулятора до полной емкости, чтобы тот самый контроллер понял где край. И третий фактор температура. Ну например если заморозить литиевый аккумулятор до минус 14 и ниже, то ему тоже придет пизда. Поэтому не рекомендую заказывать пересылку аккумуляторов по почте зимой. Нельзя его перегревать, это может привести к взрыву. Поэтому например в аккумуляторе для электромобиля Тесла, набранным из огромного количества все тех же 18650 батареек, есть помпа, которая качает охлаждающую жидкость даже когда машина стоит в гараже. Кстати говоря забавно с этой Теслой, батарейка стоит около 38 тысяч долларов, менять ее надо раз в 2-3 года, то есть замена аккумулятора дороже, чем бензин на котором вы эти три года бы проездили. Кроме того, при производстве литиевых аккумуляторов в окружающую среду выбрасывается такое количество дряни, а для зарядки аккумулятора надо сжечь такое количество топлива на электростанции, что ни о какой экологичности электромобиле говорить не приходится, он точно так же срет, просто не на вашей лужайке, а рядом с детской больницей в Китае. То же самое с солнечными батареями, производство их настолько грязное и дорогое, что в итоге получается что уголь дешевле и чище чем то электричество которое эта самая солнечная батарея за свой срок службы производит. Но вскоре нас ожидает прорыв. Открытые еще в СССР графен недавно научились использовать для создания так называемых суперконденсаторов. Если обычный аккумулятор медленно заряжается и медленно разряжается, а обычный конденсатор быстро заряжается и мгновенно отдает весь свой заряд, то суперконденсатор сочетает лучшие свойства. Быстро заряжается как конденсатор, и медленно разряжается как аккумулятор. Заряд он правда держит плохо, буквально несколько дней, но для мобильника больше и не надо, тем более что заряжать телефон на суперконденсаторе надо считанные минуты. А самое главное, суперконденсаторы выдерживают до 1 миллиона циклов заряд-разряд, что на 999 700 раз больше чем литиевый аккумулятор. Сейчас суперконденсаторы уже можно купить на ебай, и энтузиасты уже начали вставлять их в радиоприемники и даже в автомобили вместо штатного аккумулятора. Скоро в продажу должны поступить заводские телефоны и другие устройства на суперконденсаторах. Есть и другие наработки в области батарей, сходных по свойствам с суперконденсаторами. Так что ждем, будет круто. Субтитры создавал DimaTorzok